И снова здравствуйте! Меня зовут Вячеслав Федоткин и сегодня мы научимся пускать дым и поджигать все что угодно. Ну и сделаем это на примере надписи. Просмотрев множество уроков, я увидел, что есть 3-4 способа создания дыма и 2-3 способа создания огня. Я это дело все объединил и сделал один способ создания того и другого. Им и хочу с вами поделиться. Итак, начнем. Создаем новую картинку. Ctrl-N. 800 на 800 пикселей. Цвет RGB. Цвет фона черненький. Замечательно. Начнем с дыма. Ибо огонь сделать из дыма проще. Дальше увидите почему. Так, пишем дым. Ctrl-T. Shift с Alt растягиваем. Ну так нормально. Сразу дадим ему несколько эффектов, чтобы и дым на нем был виднее и сам он был покрасивше. Значит, первое, что мы делаем, закрашиваем его каким-нибудь темно-красненьким, дадим ему глянец, вот такой, наверное, так, побольше, ну, чтобы он не был таким однородным, сделаем его каким-нибудь таким, так, и чтобы у нас он не пропадал, сделаем ему внешнее свечение, серенькое, он же у нас дым, будет сереньким, так, и здесь мы возьмем вот это, в принципе, здесь экспериментируя, вы можете подобрать для себя свои параметры, я сделал такие, внутреннее свечение, чтобы края не были настолько резкие, то есть уголков не было, я черным цветом их заливаю, и он получается, как будто эти буковки, как будто пропадают, так, ну, в принципе, все, в принципе, все нормальненько, окей, приступаем к основному, так, сократим, к созданию дыма, творчеством, Ctrl-Shift-N, это новый слой, чуть-чуть отодвинули вниз, выбираем кисточку, значит, кисточка у нас должна быть прозрачность, непрозрачность, 50%, нажим 50%, цвет беленький, значит, увеличиваем размер, помните, какой клавишей, вот такой квадратной скобочкой, ну, примерно до такого, и начинаем рисовать волнистые линии, примерно, как мы хотим, чтобы у нас дым шел, так, здесь не очень много их рисуем, потому что будут они у нас разного размера, уменьшаем немножко кисточку, вот до такого, и здесь рисуем и еще всякие волнистые линии, в принципе, сильно о качестве можем не заботиться, это все потом, как обычно, можно доработать, исправить, так что, примерно так, накидали, идем в знакомый нам уже фильтр пластика, или вызываем его Ctrl-Shift-X, здесь выбираем инструмент скручивания, и немножко, нажав один раз, проходимся по этим линиям, чтобы он их деформировал, видите, как бы подкручивая, то есть, на первый взгляд, практически ничего не меняется, но вы увидите, когда мы этот фильтр применим, на картинке что изменилось, значит, если вдруг у вас не такая картинка, проверьте, чтобы у вас было включено дополнительные параметры, здесь все слои, здесь на заднем плане, потому что, если у вас будет включен один слой, то здесь будет неудобно работать, окей, вот, значит, что у нас было, что у нас стало, ну, что-то уже интересное, но все равно непонятно зачем, используем еще одну команду, называется ослабить, находится она вот здесь, редактирование, ослабить, она ослабляет последнее действие, в данном случае она будет ослаблять фильтр пластика, то есть, вот, у нас было без фильтра, вот стало с фильтром, добавляя проценты, мы как бы сверху добавляем результаты фильтра, смотрите на изображение, то есть, видите, он как будто добавляет, то, что мы сделали этой пластикой, вот, конечный результат, в общем, не буду вам долго объяснять, делаем здесь 50%, примерно, опять же, смотрите, как вам интересно, окей, то есть, что-то уже появилось, появилось, повторяем действие, Ctrl-Shift-X, то есть, фильтр пластика, выбираем здесь уже инструмент, деформация, и ручкой примерно деформируем, здесь уже творческая работа пошла, можете туда-сюда его, то есть, как вам больше понравится, видите, у нас какие появляются завихрения, приятненькие, вот это все будут завихрения дыма, да, вот уже что-то похожее, начинается, окей, опять же, этот эффект ослабляем, лучше его вызывать Ctrl-Shift-F, также на 50%, вуаля, вот наш и дым, но опять же, для любителей, можно доработать напильником, что это значит, в нашем случае, это инструмент палец, здесь он располагается, он тянет за собой изображение, пиксели, скажем так, и здесь, например, вот так, подтягиваем, что мы хотим, видите, вот, например, вытягиваем, язычки этого дыма, но вы должны учитывать, когда мы действуем этим пальцем, он у нас, резкость, уменьшает, сглаживает, то есть, таких резких переходов, уже не будет, поэтому, если вы хотите детальки, оставить, то им пользуйтесь, осторожнее, показал вам возможность его, соответственно, если вы возьмете, маленькую кисточку, то можно делать, более тонкие, более интересные вещи, в общем, насколько хватит терпения, настолько и будете, добиваться результата, который вам нужен, меня устраивает и такое, думаю, у вас тоже. Так, теперь приступим к огню, пока выключим, эти слои, чтобы они нам не мешали, идем в инструмент, текст, набираем слово «огонь», Ctrl-T, с шифтом с альтом вот наш огонь значит его мы тоже сначала придадим ему стили чтобы все заново стили не выбирать мы скопируем вот этим скопировать стиль слоя и также правой клавишей здесь вставить даже не вставить а вклеить стиль слоя замечательно что нам нужно здесь исправить нам нужно дым заменить огнем поэтому внешнее свечение серенького вот это делаем его оранжевеньким красинки и в принципе сам цвет делаем поярче вот такой замечательно что ж теперь делаем практически то же самое то есть создаем новый слой выбираем кисточку делаем крупнее и рисуем уже можно покороче и побольше то есть здесь у нас в основном будут толстенькие линии опять же все зависит от того какую интенсивность огня вы хотите делаем поменьше добавляем некоторые детали здесь их уже сильно и не нужно дыме нужно больше детали в огне детали нужно меньше то есть делаем все как в дыме пока идем фильтр пластика control shift x выбираем скручивание чуть-чуть пробежались ослабляем его control shift f ok опять скручивание если вам что-то не понравилось можете вот этим инструментом реконструю вернуть изображение к исходному виду опять ослабление в принципе уже нормально но мне кажется он у нас слабоватенький давайте его усилим таким макаром просто control g с дублируем слой видите какой он стал беленький и скажем control е это слить с нижним слоем можем выделить оба сказать control е они сливаются можем просто сказать control е и он с предыдущим слоем как вы видите слился дальше что мы делаем дальше нам нужно покрасить этот дым чтобы его покрасить нужно его слить с черным фоном для этого создаем новый слой заливаем его черным цветом переносим ниже первого и также их сливаем то есть переходим на этот говорим control е слили теперь чтобы нам было видно надпись огонь переходим в режим экран режим наложения видно да а теперь здесь вызываем цветовой баланс control b или в корректирующим слоем берем здесь цветовой баланс и по всем тонам задираем красный цвет и желтый и в тени также красный и желтый и светах в осветлениях чуть-чуть желтого смотрим насколько мы хотим интенсивность видеть такой он слишком будет а вот так уже будет кажется в самый раз окей ну что ж смотри какая красота применим этот корректирующий слой только к текущему слою с пламенем для этого нажмем alt появился вот такой значок щелкаем теперь у нас работает только на этот слой видите сама надпись уже такой не стал видеть теперь осталось только немножко доработать тем же самым пальцем перейдем на слой конечно с пламени здесь сделаем более остренькие у нас кусочки пламени этот придаст нам реалистичности слишком так сказать правильный получается настолько вы деталек и прибавляете доводите и скажем так я считаю что он так уже достаточно ну включаем те слои огонек немножко сдвигаем для этого чтобы они сдвинулись вместе свяжем слои вот этим значком тогда двигая любой слой у нас другой с ним тоже будет двигаться как вы видите вот наш огонь вот наш день вот и все дела вот так просто незатейливо можно сделать такую красоту а в следующем уроке посмотрите на перна следующей жизни когда я буду кошкой ну 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 Продолжение следует...